Всем привет! Сегодня я снова отправляюсь в секонд-хенд и хотела бы показать вам, как можно круто и недорого одеться в секонд-де летом. Этот магазин называется Павли Кальцукас и находится в Таллине. Я оставлю адрес внизу. Это, наверное, мой самый любимый секонд-хенд здесь. Но, как и в любом секонд-де, нужно очень постараться, чтобы найти что-то классное, даже несмотря на широкий ассортимент. Мне многие люди писали, что в их городе ужасные секонд-хенды, где нет выбора, но на самом деле очень важно уметь искать вещи и стараться их как-то интересно сочетать. Понятно, что крутая одежда тоже никогда не будет висеть на самом видном месте, поэтому здесь, конечно, очень нужно терпение. И очень важно знать, когда прийти, чтобы попасть на привоз новых вещей. Я хочу вам показать несколько образов, которые мне удалось составить после пары часов поисков. Этот комплект был вдохновлен 70-ми годами, немножко хиппи. Мне кажется, джинсовая юбка очень удачно сочетается с блузкой в яркую полоску. И в качестве обуви я выбрала клоги. В этом году они очень популярны. Особенно в Скандинавии я видела, их носят очень много девушек, поэтому мне тоже захотелось их померить. Они оказались довольно-таки комфортными. Для полноты образа можно добавить такие забавные очки в олдскульной оправе. И я также выбрала маленькую кожаную сумку. Кстати, мне интересно, куда бы вы пошли в таком виде? Я бы, наверное, отправилась на музыкальный фестиваль. Напишите, что вы думаете. Этот образ получился очень женственным. Немного в стиле тургеневской героини, которая проводит много времени в саду за чтением книг. Мне очень импонирует такая спокойная цветовая гамма. Но здесь, конечно же, главный акцент идет на аксессуары. Хотя они тоже довольно нейтральных цветов. Это шляпка, ремень и книга, которую я взяла вместо сумки. Будьте осторожны с длиной платья. Это миди. И, на мой взгляд, такой вариант больше подойдет высоким девушкам. Но при этом в качестве обуви все-таки лучше выбрать, опять-таки, туфли на высоком каблуке. Здесь мне просто хотелось какого-то уюта, возможно, для слегка прохладной погоды. И мне очень понравился этот свитер с бахромой. Вместе с платьем в такой спокойный нейтральный цветочек получился такой городской вариант стиля бохо. Я почему-то сразу вспоминаю фильм про Шурика, где они с Лидой сначала учатся дома, а потом гуляют вместе после экзамена. Так что сегодня я в образе Лиды. И последний комплект. Это такой эксперимент с нашумевшим пижамным трендом. На самом деле здесь все вещи найдены в разных отделах. В качестве топа я взяла настоящую ночную рубашку и заправила ее в обычные цветные брюки. Накидка была найдена где-то в дальнем углу секонд-хенда. И оказалось, что она удачно сочетается по цветам. И мне кажется, что это круто, на самом деле, набраться смелости и экспериментировать таким образом. Смешивать разную одежду. Мне, кстати, очень хотелось видеть босоножки в этом комплекте. И в магазине удалось найти вот только такие. Хотя они недурно вписались. В этом наряде я бы точно отправилась на встречу с подружками вечером в город. Или пойти пить коктейли куда-то. Обязательно напишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего. И посмотрите мое прошлое подобное видео, которое я делала весной. Ссылку на него вы найдете в описании. И, конечно же, ставьте лайк, если вы хотите третью часть видео. Буду очень ждать ваших комментариев. Спасибо большое за просмотр и всем пока!